Инфраструктура привлечения юных спортсменов в секции. Об этом говорили в штабе общественной поддержки на встрече с Юлией Сотниковой. А еще о создании единого портала, где могли бы быть собраны все федерации спортивные кружки, как платные, так и бесплатные. Предложение поступило для удобства родителей, чтобы к началу учебного года не искать места, куда можно отдать детей для дополнительного развития. Да, это вот как раз вот те такие вот блочные моменты, да, о которых всегда есть о чем поговорить. Очень приятно было, что коллеги с большим удовольствием обменивались мнениями, да, то есть сначала было немножко сложновато их разговаривать, но тем не менее обменялись мнениями, конечно, вспомнили прошедшие Олимпийские игры, порадовались за наших спортсменов, олимпийцев, нижегородцев, вообще за всех российских спортсменов. Расштаб общественной поддержки открылся в понедельник. Уже сейчас в нем проходит такое большое количество встреч, проходят разные роды дискуссии, дискуссионные площадки, круглые столы, встречи с интересными людьми, разного рода мероприятия. Формат живого диалога понравился отмечать Никита Картунов, член сборной Нижегородской области под Хэквондо. Мне бы хотелось, чтобы такой формат встречи проводился почаще, вот, и с разными людьми, ну, я имею в виду с разными людьми высокого уже какого-то более уровня, вот, и да, были бы уже люди, которые высокого уровня, но хотелось их больше, ну, всего был один человек, по сути. Как ожидается, обсуждаемые вопросы перейдут на рассмотрение в Министерство спорта Нижегородской области. Юлия Калинина, Юлия Чернова, Валерий Шакуров. Время новостей.